Всем привет, с вами Xtrean. И я продолжаю проходить народную солянку с объединённым паком 2. Это уже 21-я часть, и давайте начнём. Когда я пытался найти журнал полётов на, так сказать, военной базе Агропрома, мне этого сделать не удалось. Военные забрали документы и смылись через подземелья Агропрома. Вот поэтому я здесь и оказался, и веду за ними солежку, так сказать. Преследую их. Как видите, пока что мои преследования закончили. Ну, как закончились, пока что ещё не закончились. Ой-ой-ой, а вот это уже страшно. Пока что безуспешно, как можно заметить. Но я надеюсь, что мы всё-таки найдём. Так, вот пока что встретили нас два контролёра. Ещё один где-то тут. Вот и третьего прибили. Покой нам только снится. Тут творится какая-то вакханалия. Сталкеры схлестнулись с бандитами. А потом из подземелья повылазили спецназовцы. И такое началось. Советую не лезь сюда. Здесь настоящий ад. Ты же меня знаешь. Я не могу пропустить такое. Военные уже нас опередили, так сказать. На пару шагов вперёд. Ну что ж, давайте догонять. О, а вот, кстати говоря, и некоторые из них, которые остались... Здесь... Так, гранатку был вон тут. Так, гранатка не подесала. О, М-61 точно вам прочистит. Ой, хорошо. Только никого я толком не задел. Нет, тут лучше дробовик. Дробовик на близких расстояниях просто против как раз-таки людей. Очень грозная вещь. Я хочу вам сказать. Так, один уже проверил. Как дробовик легко пробивает череп. Так, ещё желающий. Так. Ну, давай. Слушайте, а всем понравилось, однако. Я так смотрю. Да, только у вас ничего ценного нету, к сожалению. Ни костюма, ни оружия хорошего. Ладно, сейчас пойдёт настоящая разборка. Которая же будет продолжаться на поверхности. Вот там-то и посмотрим. На эту всё болью. Да, покой нам только снится. Так, какое-то телодвижение там имеется. А вот и он. Так, одного пацана отправил на подсвет. Так, надо забраться на самую хорошую позицию. Так, теперь можно и гранатами побаловаться. Так, натянем гранату сюда. Ох, как рвануло-то. Отлично. Да, в этом же вы ещё. Ни хрена себе. Такую гранату кидаю, блин. А вы? О, вот это теперь я чувствую, что на вас граната подействовала. Так. Здесь ещё товарища любит пробегаться. Так, вот опасно. Порвёшь, порвёшь. Не в этой жизни. Ох, ты же, блин. С пулемёта очередь, по-моему, не дали. А то вот уже опасно. Так, оттуда никто не идёт. Никто. Так, вроде всех наших перемачили. Можно гранаты спокойно кидать. Я так понимаю. Откуда ж, по-моему, не так шмальнули? Я даже и не пойму. Так, надо туда попробовать кинуть. Ой, взорвалось так хорошо. О, Юрий Семецкий умер. Это, к счастью. Вот тут надо смог поглядывать тоже довольно-таки частенько. Там тоже любит товарища заседать. Так, где-то здесь орёт. Ну, тебе гранатку сдвоенную. Так, ну, гранатки, конечно, это хорошо, но действует на вас, они чё-то не совсем хорошо. Опа. Так, проверяем. Мало ли здесь кто-нибудь. Можете и зажигалку, господи, мне жалко. Единственное, что умирать не хочу. Так, и это, походу, был главный, который с этим документом-то и бегает. Нет, я так предплогаю. Сейчас я подорвёл. А, вот ты где бегаешь. Гад, ну давай, выходи. Так. Ой. А тут ещё один с пулемётом. Так, а давайте вон туда гранатку ещё забросим. Ой, зацепило меня маленько. Так, а военные на собак вообще не реагируют, да? Да ладно, ты не умер. О, вот так-то лучше. Ещё один где-то. Ну что, давайте тогда кьюксейвимся и попробуем рискнуть. Возможно, он где-то лежит раненый. Опа, а их двое. Вот это уже меняет картину. Так, если я буду передвигаться на картах, то меня слышно не будет, но... Сами видите, что происходит. Блин, мне страшно всё-таки. Переживаю из-за себя, как в реальной жизни, блин. Умирать вообще не хочу и в плен сдаваться тоже. Но вояки плен не берут, поэтому... Так, раненый лежит. Это хорошо. Это меня радует. Я не пойму. То ли он придуривается, то ли действительно он там раненый валяется. Я вообще не врублюсь. Блин, ничего не умирает. Так, к нему близко тоже подходить не особо хорошо, наверное, будет. Мало ли, он встанет, оживёт внезапно. Так. Аккуратно. Блин, лежит раненый. И не умирает. А, только в голову. Отлично. Военный то, что надо. Защищён по полной, блин. Умирать не хочет вообще ни в какую. Так, вот здесь мы одного пришлюпнули. С ПКМом, не тот. Ещё один с пулемётом был. Крутой. Спецназовец или кто они там. Вот. О, это уже покруче. Это печенек. Сержант Гончаренко. И у него журнал полётов. В журнале подробно расписаны маршруты передвижения ударных и транспортных вертолётов. Время вылета в список перевозимых грузов. И так далее. И тому подобное. Ну вот. В принципе. Исправились с заданием. Ну что ж. Теперь отправлюсь, наверное, на свалку. Предварительно всех обыскав и продав их вещи адреналину. Ну а на свалке буду отдавать уже ПДА Макса Любера. Ещё у Макса там и одно задание имеется интересное. И насчёт этого задания тоже с ним поговорим. Ну что ж. Увидимся тогда уже с вами на свалке. Опа. Юрий Семецкий в баре от псевдогиганта умер. Вот это да. Ладно. Так или иначе, давайте поговорим с Максом Любером. Но перед тем, как к нему идти, не забудьте своих тайников выгребсти. Восемь бутылок водки и восемь копыт кабанов. Привет. Еле нашёл твой ПДА. Человек. Забирай. Благодарность моя не имеет границ. Давай код связи, солью тебе способ преобразования. Сможешь ещё одно дельце провернуть? Ну что у тебя за дельце? Слышал, ты взялся полечить нашего старика прапора, скажи... И всем нам услугу. Есть способ повысить сопротивляемость организма к радиации аномалии. Для этого нужно залпом выпить пузырь водки, настоянный на копыте кабана. Главное условие именно залпом. Бутылку в одно лицо. Нас тут восемь. Если принесёшь восемь копыт и восемь бутылок водки, то мы тебе очень полезный дорогой артефакт подарим, идиот. Ну ладно, окажу вам услугу. Что только не придумай, чтоб нажираться. Так, подвинули нас немножко. Блин, Макс, ты хоть с места-то вставал. Не шуми, меченый. Медитация нарушается. Забирай свои копыты и пузыри. Нашли, ёпть, поставщика. А, молоток, братан. Мы с парнями теперь терминаторами будем. Держи. И наш подарок. Вот рубиновая плёнка. Лечит на ура. И чтобы знал, эту рубишку можно получить из обычной плёнки. Бросаешь его в аномалию снежная. И вот она, красненькая. Чуть не забыл, рубиновая плёнка. Может... Может уничтожить аномалию. Только забыл какую. Вот так вот. Вот такие вот тут алкаши имеются, товарищи. Ну что ж, с Максом поговорили. Теперь, наверное, пойду сдавать журнал Акиму. Заберу винтовку. И потом, после этого, пойду в бар отдавать винтовку. Косте, гаусс-пистолет, Петренко. И буду искать тайники коллекционера в баре. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами у Акима. Эй, подходи, если торговаться умеешь. Ты ещё тут. Журнал у меня. Побегать за ним пришлось. Замечательно. Снайперку мне недавно доставили. У Кости хороший выбор. Винтовка просто отличная. Я надеюсь, ты из неё не стрелял. Давай сюда. Снайперская винтовка Барретт М95. Вот это оружие. Вот это я понимаю. Ай, молодец! Ай, обманул отчёта! Будет Ашот с тобой теперь внимательнее? Интересно, насколько она приближает. Ну-ка. Ну, в принципе, для винтовки нормально. Ну что ж, винтовочку забрал. Журнальчик отдал. И теперь давайте, наконец-таки, идти в бар. Чтобы сдать многие квесты и... Поискать тайники коллекционера. Ну что ж, встретимся тогда уже с вами в баре. Ну что ж, я уже в баре. Мои работнички чисто случайно раздолбали твой ПДА в дребезге. Бармен, что за шутки? Там люди в беде. Возможно, если поторопиться, можно хоть кого-нибудь спасти. А твои алкаши единственную зацепку уничтожили. Меченый, понимаю тебя, перестарались, парни. Я вчера сам всыпал по первое число. Вот, возьми ящик водки в качестве компенсации. Ну ты, бармен, думаешь, все такие шкурники, как ты? Ты лучше водку своим работникам передай. А то после ящика водки они тебе весь бар разнесут. Ладно, отдел много, пошел я. Как вы видите, доломали наши ПДА. И теперь придется искать наемника, который знает о пропавшей группе ученых. Вот так вот. Ну что ж, теперь давайте пойдем встретимся с нашим Петренко. Так как нашел я гаусс-пистолет для него в темной долине. И теперь надо его вернуть. Погода, погода. Здравия желаю. Есть гаусс. Нашел, значит, осложнение. Да никаких в общем. Правда, там тусовались несколько подозрительных личностей. Но я с ними договорился. Долг в долгу не остается. Давай код связи. Солю тебе способ преобразования. Что могу предложить? Задание. Приятно уметь делать сейчас. Разберемся. Ну что ж, теперь, наверное, надо Костю искать. А где Костя-то? Вот он. Да. Ну что, Костян товарищ. Для Костя у меня целых два сюрприза. И винтовка имеется, и ПДА. Так, где-то он тут. Значит, Кругаля я дал. Отлично, отлично. А он прям в долгу с Захаром вообще тусуется. Ну, подожди. Нашел я тайник на агропроме. Надеюсь, следующее легче будет искать. Ну, не знаю, не знаю. Как говорится, без труда не выдернешь рыбку из пруда. Ну что, не пропала еще охота тайники искать? Взялся загушник, говори, что не идешь. Давай, следующее. Нечего разглагольствовать. Вот это другое дело. Следующий тайник на янтаре. На территории завода он должен находиться. По ищи там. А где именно, не сказано? Извини, точной информации нет. Да ладно уж, найду и так. Да, кстати, возьми ПДА из тайника на агропроме. На удачной охоты, сталкер. А что-то ты разговаривать с вами перестал. О, все нормально. Что-то ты мне сказать хотел. А и все, в принципе. Так, и где же этот тайник искать? Спрятан на территории заводов трубья. Найдем, найдем. Видишь, что у меня за спиной? Барретт М95. Я ее ни с чем не перепутаю. Значит, тебе удалось и, говорит торговца, поменять свое решение? Что он запросил? Раздолбал для него журнал полетов. Ты слышал, что... Ээээ... Некто выкрал секретные документы с военной базы на агропроме. Так вот, из-за этих событий поднялся серьезный кипиш. Маршруты и время полетов вертушек необходимы были поставщику для дальнейших перевозок. Иначе все бы закончилось для него печально. Теперь мне ясно поведение торгаша. Держи свой обещанный кедр. И не беспокойся, я возмещу свое потраченное время. Гранаты М61 устроят? Ну, в самый раз буду, счастливо. 15 тысяч. ПП кедр. Патроны к нему. Осколочная граната М61. И электричка. Отлично. Давайте посмотрим, что за кедр. Так уже кто-то появился тут. Ммм, ну прикольно. Хочу вам рассказать, пистолет-пулемет. Так. 7 гранат. М61 дал. Мм, круто. Слезы огня у нас остались. И рубиновую пленку нам дал. Макс. Еще 2 гранаты электрички. Отлично. Ну что ж, теперь давайте приступим к поискам тайников коллекционера. Первый тайник в баре находится в очень интересном месте. И этот тайник легко найти, потому что наводка на тайник всего лишь одна в районе здания с четырьмя трубами. Вот что я люблю. Так это лаборатории. Уйма мест, куда можно заныкать рюкзачок. Не то, что на земной территории. Следующий тайник в баре. В нем особо ценного ничего нет. Зато нужно потренироваться, чтобы до него добраться. Эта тренировка крайне необходима, потому что еще многое предстоит впереди. Вот так вот. Это здание находится вон там. И как до него добраться? Сейчас подумаем. Так. Хм. Даже не знаю. Но, наверное, как трах-бах и готово. И давайте попробуем. Защитить мир от растущей зоны. Так. Что-то не выходит. Но получилось. Вот так. Свободные сталкеры. Ветераны и охотники. Вливайтесь в вредные стопы. Но пока что все просто. Так. Теперь куда? А тут, в принципе, без разницы. Можно как сюда, так и на те трубы. Сталкеры. Так. Вот теперь нужно аккуратнее. Вот по этим балкам надо аккуратненько вот так вот проползти. Так. Вот тут, имеется, вот такая балочка. И с нее надо разогнаться и вот сюда. Ну, а теперь все просто. Просто нужно добежать до самого конца. И тут мы видим тайник. Ремнобор оружия, брони. Патроны для дробовика. Магнум. Кумулятивный заряд. И листок блокнота. Ну вот. Раз ты читаешь это, значит дело за малым. Нужно всего лишь поднапрячься и пробежаться еще по территории 20, 30, может 40. Так. Все, считай, тренировка окончена. Дальше все по-взрослому. Так. У входа в баржи, лезвыми воротами. Рядом с блокпостом долго со стороны свалки. Ну что ж, пошел искать следующий тайник. Кстати говоря, отсюда выбраться можно таким же путем, которым и попали. С помощью труб. Вот, в принципе, и все. Ну что ж, теперь, как и говорил, пойду искать второй тайник коллекционера. Следующий тайник находится в очень интересном месте. И, казалось бы, достать его практически невозможно. Но, зная некоторые особенности, можно его очень даже спокойно достать. Нужно запрыгнуть на вот этот бункер. Потом с разбега на вот этот штырь попасть. Перепрыгнуть на крышу. И мы уже у тайника. Вот, собственно говоря, и вон. Тут патроны где-то присоединить. Изоморф. Все виды гранат. Ну, почти все, за исключением одной. И вот еще один. Есть только блокнота. Такое чувство, что все это не то. Хорошее место. Но не для хороших ценностей. Нужно поискать места поинтереснее. В баре. В ходу в бар. В баре. В штабе. За ангаром. Возле трех зеленых цистерн. Ой, ну тут предстоит уже чуть-чуть побольше подумать и поискать. Ну что ж. Пошел искать тогда третий тайник коллекционера. Ну вот, пожалуй, последний тайник коллекционера. У меня он находится у входа в бар. Я, собственно говоря, сейчас вам покажу, где он. Вот он. И что мы тут видим? Малый кусок пластей, да патроны. Огненная вата. И листок блокнота. Во, вот это место, что надо. На дикой территории. Забираю. И отправляюсь на дикую территорию. В скором времени начнется действительно настоящее приключение. Ну что ж, отправляюсь тогда на дикую территорию. Продолжение следует... Продолжение следует...